Сейчас будет достаточно много криков во время осмотра ребенка, поэтому две минуты смотрим как есть и позже начинаем разбираться, то есть подключаем снимки, схемы. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Симптомы натяжения, то есть невозможность колена прижать к груди. Почему? Потому что большой спазм мышц разгибателей и задней группы бедра нужен для стабилизации поясничного отдела позвоночника, но стабилизация аварийной. Поэтому левая нога может себе позволить двигаться, а правая нет. До определенного момента натяжения есть, боли нет. Как только начинаешь за границу перетягивать, там был момент пару секунд. В самом начале подвернулась левая нога полностью, вывернулась. Если бы там была нагрузка, травма связок голеностопа обеспечена. Нет стабилизации ни самостоятельной через ноги, ни когда я ввел за руки. Причин сразу несколько. То есть, во-первых, повреждение поясничного отдела позвоночника, давление на нервы. Стопа не дает опору, и это видно по походке. Причем ребенок знает, что стопа не дает опору и даже ее не задействует. Плюс нарушение кровоснабжения мозга головного дает нарушение координации, равновесия и общее, что немаловажно для психики и для реабилитационных всех дел, общую такую установку дает, что нет смысла пытаться, не получится. Ребенок уже неоднократно пытался, и в поведении это тоже читается. И про крики. Крик это даже не крик, это прерывистое дыхание с речью, и очевидно, что диафрагма находится в достаточно сильном спазме. Во-первых, для того, чтобы все-таки создать внутрибрюшное давление, потому что если напрягать пресс при больной пояснице, будет больнее, а вот диафрагма, она может это компенсировать. Во-вторых, и хотя на снимках не видно, очевидно, что в грудном отделе смещение тоже есть, плюс есть сколиоз и степень страха. То есть психика, уже имея опыт того, что что-то не получается, она уже изначально очень сильно ориентирована на страх. То есть дети обычно кричат не потому, что им больно или не потому, что им страшно, на смотре имею в виду. Они кричат от возмущения, то есть почему это ты нарушаешь, мол, границы мои. Возмущение, конечно, есть, но есть и страх. И эта проблема, если бы ребенок был старше, то этот страх нужно еще будет преодолевать отдельно, и для этого отдельные мероприятия, причем их достаточно много. Ну, для такого-то возраста это еще пока своевременно все делается. Если будет постарше в такой же запущенной ситуации, то будут трудности. Собственно, для чего я это снимаю? Чтобы вы имели возможность осознавать ситуацию до того, как она достигнет именно критических величин. И есть ребенок постарше с относительно хорошей координацией. И если бы родители не были на правке самостоятельно, возможно, не было бы даже этих снимков, и вообще бы никто не думал о том, что у ребенка проблемы. Ну, вроде бы плечи на разном уровне, голову немного не так держат. Что такого особенного? Особенно то, что вот эта вот позиция, в которой я его сфоткал, я сказал, ну попросил, расслабиться, и он смог расслабиться, и мы видим достаточно большой перекос. Здесь сколиоз в грудном отделе, в верхнем, то есть шея смещается дугой, боковой дугой, неправильной дугой в одну сторону, верхний грудной компенсирует в другую. Поясница относительно прямая. Смотрим на рентген, и видим смещение первого-второго шейных позвонков. Если издалека смотреть и немного так приближать и отдалять экран, то создается объемное представление на рентгеновском снимке. Одна из причин, почему я ни гороскопом не пользуюсь. И можно видеть, что Атлант-то правильно, вроде бы, стоит, но ценой огромного спазма, а вот второй шейный смещен достаточно сильно вбок. А так как они крепко-накрепко соединены связками, то еще неизвестно, что смещено больше, потому что это единый комплекс. Опять же, если хотите объемное представление, нужно просто купить модели костей, натуральную величину, первый, второй и затылочная кость, и посмотреть. Это хорошо развивает объемное восприятие. К чему я говорю про вот этого ребенка, про второго? Проблема не в том, что у него есть проблемы со сколиозом. Проблемы со сколиозом это не самые большие проблемы. Сколиоз рано или поздно превращается в компрессию артерий, чаще всего позвоночных, и в блокировку нервов шейных, которые идут на руки. И жалобы взрослых людей 40-50 лет, допустим, на онемение пальцев руки, это зажатие нервов, которые идут к этим пальцам, выходят они из позвоночного канала на уровне, грубо говоря, середины шеи. Так вот вся вот эта ситуация вот в этом ребенке уже заложена. И его вот эта вот осанка, которую мы видим на фото, это средняя такая компенсация. То есть компенсация, это когда ты тратишь дополнительные силы, чтобы поддерживать ситуацию в рамках функциональности, скажем так. То есть если он полностью расслабится, перекос будет больше. На рентгене он сильно напряжен, и нужно вглядываться. На фото он более-менее расслаблен. Если его вытянуть на валиках, он еще больше расслабится, перекос будет еще больше. И это та мотивация, которая и двигает на съемку видео в частности.